Молекулярный биолог Брюс Липтон 23 года посвятил эпигенетике и с группой других ученых открыли механизм влияния мыслей на ДНК. В результате чего на протяжении последующих 20 лет Брюс ничем не болел и не имел повода обращаться к медицине. На данное время ему 79 лет и чувствует он себя превосходно. Итак, что они открыли? Считается, что именно наша ДНК контролирует наше поведение и эмоции. Однако при дальнейшем изучении возникает много противоречий. Согласно этой теории люди жертвы обстоятельств. Например, если есть онкология в семье, то люди думают, что если у них есть эти гены, то и они расположены заболеть раком или болезнью Альцгеймера или любыми другими серьезными заболеваниями. И люди верят, что они не контролируют свою жизнь, потому что не могут повлиять на свое ДНК. И это создает страх, потому что если в вашей семье кто-то болеет серьезным заболеванием, то ваше подсознание прописывает информацию, что вы с этим ничего не сможете сделать. Кстати, об этом до сих пор преподают на факультетах биологии и медицины во всем мире. Но это неправда. Молекулярные биологи, эпигенетики и квантовые физики на многочисленных опытах со стволовыми клетками доказали обратное. Когда человек смотрит в зеркало, он думает, что видит одно существо. На самом деле это иллюзия, потому что человеческое тело состоит примерно из 50 триллионов клеток, каждая из которых имеет свою индивидуальность. И в этом смысле человеческое тело – это сообщество 50 триллионов клеток. При этом каждый день миллиарды клеток умирают в результате естественного старения, повреждений и много чего другого. Мы теряем сотни миллиардов клеток каждый день. И возникает логичный вопрос, если я каждый день теряю столько клеток, как долго я могу сохранить жизнь? И ответ весьма интересен. Вместе с тем, что мы теряем миллиарды клеток, взамен появляются новые миллиарды. И этот процесс протекает без остановки ежесекундно. Прямо сейчас, когда вы слушаете меня, миллионы старых клеток погибли, а на их месте образовались миллионы новых. Этот процесс осуществляется благодаря стволовым, а если точнее, эмбриональным клеткам. У каждого человека есть такие клетки, и именно они заменяют старые клетки. Эти эмбриональные клетки могут стать клетками чего угодно – клетками мышц, кожи, костей, мозга и любых других частей тела. Ученые взяли одну стволовую клетку и поместили ее в чашку Петри, и там она размножалась каждые 10 часов. То есть спустя один час было уже две клетки и так далее. К концу недели в чашке Петри у них было около 30 тысяч стволовых клеток. Напомню, что все клетки появились от одной родительской клетки, но в конечном итоге было 30 тысяч стволовых клеток, и все они генетически идентичны, так как появились от одного родителя. Затем ученые разделили эти клетки и поместили в три разные чашки Петри. В лабораторных условиях клетки размножаются в определенной питательной среде – лабораторной версии человеческой крови. В каждой из этих чаш была разная композиция питательной среды. Ученые создали три типа синтезированных человеческих питательных сред со слегка различной химией и получили разные результаты. Эти эксперименты поставили под сомнение теорию, что наши гены управляют нами, потому что изначально идентичные клетки вдруг начали развиваться по-разному. И причина этому – клетки росли в разных средах. Эти исследования доказывают, что это не гены принимают решение, что вырастет, а среда, в которой клетки растут. Именно среда определяет судьбу клетки. Как говорилось ранее, человек – это не одна клетка, а набор из 50 триллионов клеток под нашей кожей. В каком-то смысле человек – это чашка Петри, покрытая кожей. И здесь возникает вопрос – что же является питательной средой? Ответ – наша кровь. Тогда следующий вопрос – кто или что в нашем теле создает и определяет химический состав крови? Ответ – наш мозг. Он контролирует гормоны, факторы роста, химический состав, питание, эмоции и другое. Хорошо, тогда последний, но самый важный вопрос. Какой же химический состав крови должен создать мозг для разных групп или типов клеток? И как это происходит? Как выяснилось, химический состав крови зависит от состояния вашего сознания. Другими словами, стоит вам поменять ваше сознание, и вы измените химический состав вашей крови. И это, в свою очередь, повлияет на генетическую активность. Это значит, что предопределенность моих клеток зависит не от генов, а от картинки в моей голове, и мозг переводит эту картинку на мою кровь, а далее на всю физиологию. Следующее открытие касалось длины теломеров. На концах спирали ДНК есть небольшой дополнительный кусочек, называемый теломер. Каждый раз, когда клетки размножаются, цепочки ДНК становятся немного короче. Если копировать клетку множество раз, и у вас больше нет теломеров, то в конечном итоге наступает момент, когда клетка не сможет восстановить генетический код, и в этом месте начинается старение и болезни. Биологами было подсчитано, что в результате многократного деления и размножения человеческая жизнь должна длиться около 100 лет. Однако Брюс с группой ученых обнаружили, что есть ферменты, которые могут увеличивать длину теломеров. Если эти ферменты активны, то количество теломеров не уменьшается, и при делении клетки мы не теряем тот кусочек ДНК. В таком случае стволовая клетка не стареет и продолжает размножаться и размножаться. Это удивительно. Фермент, который отвечает за сохранение длины теломеров, называется теломераза и включается только при определенных внешних условиях. Например, если вы здоровые, счастливые, радостные, теломераза работает, и вы можете прожить дольше. Но, если вы пребываете в стрессе, в ваш мозг поступает информация, что у вас большие проблемы в жизни, и теломераза перестает работать, а ваша жизнь сокращается. Но, если вы пребываете в счастье, радости и гармонии, вы можете прожить 150 лет и более. Кстати, если вас интересует информация, как можно получить теломеразу извне, оставляйте комментарии, мы сделаем отдельное видео. Хорошо, возникает вопрос, почему мы тогда умираем такими молодыми? Ответ, потому что подсознание нам говорит, что мы больны, слабы, несчастны, нас никто не любит, мы в постоянном стрессе, жизнь сложна, еда отравлена, будущее неизвестно, и, как следствие, сокращаются теломеры, мы стареем и умираем. Секрет долгой жизни прост. Будь счастлив и наслаждайся своей жизнью. Однако, на деле это не так просто. Основная проблема кроется в подсознании. Согласно исследованиям, сознательный ум контролирует и управляет только пятью процентами нашей жизни. Только пять процентов времени сознание управляет нашим поведением, настроением, характером, желаниями, предпочтениями и мечтами. А девяносто пяти процентами управляет подсознание. Когда сознание занято процессом мышления, подсознание берет контроль над всем в свои руки. И тут проблема. То, как подсознание управляет нашей жизнью, было запрограммировано нашими родителями и ближайшим окружением еще в детстве до семи лет. На основе исследований ученых было подсчитано, что 70% этих установок подрывают уверенность в себе и саботируют счастливую и радостную жизнь. То есть, если 70% установок в подсознании негативная и деструктивная информация, вы можете представить, куда мы движемся. Девяносто пять процентов времени наша жизнь управляется подсознанием и, скорее всего, в 70% случаев она катится в пропасть. Но не все так печально. Снова возвращаемся к открытию молекулярных биологов. Сознательный ум непосредственно влияет на химический состав нашей крови, которая является питательной средой, а это, в свою очередь, влияет на генетику и, таким образом, мы сами создаем наше будущее. Вы можете верить, что вы успешны или не успешны, и от этого зависит ваш успех. Генри Форд однажды сказал, «Вне зависимости от того, верите ли вы, что можете или не можете, вы правы». То есть, вера является ключевым фактором. Негативное мышление может создать любую болезнь и даже может привести вас к смерти. Если вы верите, что умираете, если вы по-настоящему в это верите, то вы умрете, потому что ваша вера контролирует биологию вашего тела. Вера может быть как позитивной, так и негативной. Только в случае негативного эффекта она не называется плацебо, а является нацебо, и учеными это уже доказано. Благодаря позитивному мышлению мы можем оздоравливаться, а с помощью негативного загнать себя в могилу. Вот вам и ответ, почему вокруг так много больных людей. Ваша жизнь – это распечатка ваших программ. Что делать? Если вы хотите научиться играть в теннис, вы тренируетесь и практикуетесь каждый день. Затем, в какой-то момент, вы уже делаете это без подсказок и без включения сознательного ума. Это превращается в привычку. Значит, это записалось в подсознание, и это новая программа. Если вы хотите записать новую модель, вы должны вести себя так, как будто это уже правда, и делать так много раз, пока она не станет привычкой. Допустим, ты несчастный человек, и что же в таком случае делать? В любой свободный момент времени нужно говорить «Я счастлив». «Я счастлив». «Я счастлив». И делать так нужно каждый день. Так вы путем многократного повторения записываете новое в свое подсознание. Да, выглядит, как будто вы притворяетесь, но через повторение вы превращаете это в привычку. И чем больше вы повторяете, тем быстрее наступит такой момент, когда количество перейдет в качество. И вам больше не нужно будет повторять, что вы счастливы, потому что вы по-настоящему будете счастливы. Как только новая программа будет установлена, уже не требуется никаких усилий, и вам даже не нужно об этом думать. Программа будет работать автоматически, и она является частью тех 95% времени, когда подсознание управляет вашей жизнью. Итак, жизнь – это распечатка ваших программ. Давайте же изменим плохие программы на хорошие. А что вы думаете об этих открытиях ученых? Не стесняйтесь оставить комментарии.